Принцесса Евгения Йоркская родилась в Лондоне 23 марта 1990 года. 30 марта, на седьмой день после появления девочки на свет, Букингемский дворец сообщил, что родители назвали ее Евгения Виктория Елена в честь Виктории Евгении Ботенберской и Елены Великобританской, принцессы Шлезвик-Гольштейнской. Малышку крестили в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме 23 декабря 1990 года. Впервые церемония была открыта для публики и проходила не в королевской купеле Лилифант, изготовленной в 1840 году по просьбе королевы Виктория и хранящейся в Тауэре. Евгения стала предпоследним королевским младенцем, крещенным в фамильном платье, шитом в 1841 году шотландкой Жанет Сазерленд. Крестными родителями принцессы стали Джеймс Акгилви, троюродный брат отца, капитан Алистер Росс, Сьюзан Фергюсон, вторая жена дедушки по материнской линии, Джулия Дот Ноубл и Луиза Блэкер. Эндрю Йоркский служил морским офицером и большую часть времени проводил вне дома, принцесса Сара воспитывала дочерей и чувствовала себя одинокой. Отношения между супругами ухудшались, и в мае 1996 года они расстались. Герцогиня Сара отказалась от компенсации в рамках развода и сохранила дружеские отношения с мужем и королевской семьей. Бывшие супруги согласились на совместную опеку над дочерьми. С 1992 по 1993 год Евгения посещала детский сад Винкфилд Монтесора. Потом она присоединилась к старшей сестре Беатрис в образовательном учреждении для девочек от 2 до 11 лет Аптон Хаус. В 1995 юная принцесса поступила в учебное заведение Каорт Парк, а затем в 2001 году, в школу Святого Джорджа недалеко от Виндзорского замка. В октябре 2002 у 12-летней Евгении возникли проблемы со здоровьем. Ей сделали операцию на спине для коррекции сколиозов Королевской национальной ортопедической больницы Лондона. Своевременное хирургическое вмешательство привело к выздоровлению. В 2003 году Евгения продолжила образование в Моррубоу Колледж, престижной школе-пансионе в графстве Уилтшир, где училась двоюродная сестра принцессы, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Девушка специализировалась на истории искусств и английской литературе. В 2008 году последовал перерыв в учебе. Принцесса отправилась в путешествие по разным странам, но вынуждена была прервать поездку по настоянию Королевской службы безопасности. Евгения поступила в университет Нью-Касла и поселилась в студенческом общежитии. Основными предметами были история искусств, английский язык, литература и политология. Она закончила учебу в 2012. В 2013 году принцесса переехала в Нью-Йорк и начала карьеру в фирме Пэдл-8, основанной Александром Гилксом, другом принца Гарри. В течение двух лет Евгения работала менеджером благотворительных аукционов. Вернувшись в Лондон, ее высочество заняла должность исполнительного директора в Хаузер-Энтвеорт-Арт-Гэллее, швейцарской галереи современного искусства. В 2017 году она стала директором лондонского филиала галереи, эту должность она занимала вплоть до ухода в декрет. У Евгении нет государственных обязанностей, она не получает пособия из королевской казны, принцесса занимается общественной деятельностью и благотворительностью. Впервые в качестве члена королевской семьи Евгения Йоркская появилась на публике в 2007 году. Вместе с отцом и сестрой Беатрис она выступила с речью на церемонии, посвященной памяти принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. В 2008 году она приняла участие в открытии отделения Teenage Cancer Trust, благотворительного фонда для подростков, больных раком, в Литсе. 2 июня 2011 года Евгения с отцом посетила Королевский национальный ортопедический госпиталь, где ей делали операцию на позвоночнике. Через год принцесса начала сбор денег на реконструкцию больницы. В рамках этой акции она в сотрудничестве с Дейзи Лондон Джоэл Эри выпустила коллекцию ювелирных украшений, средства от продажи которых пошли в фонд госпиталя. В 2014 в учреждении открыли детское отделение под патронажем ее высочества. Евгения и Беатрис в качестве официальных представителей Королевы Великобритании посетили города Германия, Берлин и Ганновер в январе 2013 года. Принцессы участвовали в серии мероприятий и присутствовали на открытии бывшего ганноверского королевского дворца Шлосс Киренхаузен, который королевские ВВС разбомбили во время Второй мировой войны. В 2016 принцесса вместе с матерью и сестрой сотрудничала с современным британским художником Тедди Эм, который создал первое королевское граффити, Ройл граффити. Картину на холсте продали в Лондоне за пятизначную сумму. Вырученные средства пошли в фонд организации Children in Crisis, занимающийся улучшением жизни женщин и детей в неблагополучных семьях в странах третьего мира. Евгения и Беатрис сейчас являются попечителями фонда Teenage Cancer Trust. Кроме того, младшая из сестер посещала убежище армии спасения, встречалась с жертвами рабства и сексуального насилия. С 2017 года внучка королевы начала сотрудничество с Нью-Йоркским музеем современного искусства New Museum. Через год произошло важное событие в биографии принцессы, она стала послом Совета Артемиды, поддерживающего женщин-художников. Кроме того, Евгения, представитель благотворительной организации Project 0, которая совместно со Sky Ocean Rescue занимается проблемами загрязнения мирового океана пластиковыми отходами. О личной жизни принцессы Евгении известно немного, несмотря на то, что она как представитель королевской семьи находится под пристальным вниманием СМИ. Внучка Елизаветы II любит искусство и литературу, много времени проводит с семьей, у нее были теплые отношения с бабушкой королевой. В студенческие годы младшую дочь герцога Йоркского часто видели на вечеринках и в клубах в компании сестры. Внучка королевы нередко попадала на страницы прессы, журналисты обсуждали ее нелепые шляпки, купальники, вредные привычки и фигуру, а однажды застали ее танцующей на газоне обнаженной в компании нетрезвых друзей. С началом карьера Евгения остепенилась и начала вести размеренный образ жизни. Долгое время журналисты и поклонники считали, что сердце Евгении Йоркской свободно, но в начале 2018 года Букингемский дворец объявил о помолвке принцессы и Джека Бруксбэнка, бизнесмена, управляющего ночным клубом. Пара познакомилась на горнолыжном курорте Вербьев в Швейцарии в 2010-м, избранник ее высочества сделал предложение в Никарагуа, где молодые люди вместе проводили отпуск. Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Вензорском замке. На церемонию пригласили более 850 человек, со стороны невесты присутствовали Елизавета II и принц Филипп, Кэтрин Кембриджская и принц Уильям, Меган Маркл, получившая титул герцогини Сосекской, и принц Гарри, принц Чарльз и другие члены королевской семьи. Среди гостей присутствовали актеры, модели и звезды шоу-бизнеса, Дэми Мур, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер с мужем Дейвом Гарднером, британская модель и певица Пикси Гелдов, Айда и Робби Уильямс. На невесте было потрясающее свадебное платье от Питер Пилота с длинными рукавами и открытой спиной. Силуэт подчеркивал достоинство фигуры новобрачной, ее рост 165 сантиметров, вес 68 килограммов, но не скрывал шрам на спине, оставшийся от операции, перенесенной в детстве. Принцесса отказалась от фаты, голову Евгении украсила гривильская изумрудная тиара-кокошник, фамильная драгоценность, впервые надетая на официальное мероприятие. После церемонии молодые отправились на прогулку по улицам Виндзора в открытой карете. Вторая часть королевской свадьбы прошла в Роял Лодж, резиденции Йорков. Гостям предложили шампанское, текилу и пиццу. Певец Робби Уильямс устроил импровизированный концерт. После бракосочетания принцесса Евгения с супругом поселились в одном из коттеджей Кенсингтонского дворца, где в тот момент по соседству проживала семья принца Гарри. В Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Мэтта, которая признана в РФ экстремистской. Младшая внучка королевы разместила закулисные фото со свадьбы. Молодожены отправились в свадебное путешествие. Королевские эксперты утверждали, что Евгения с мужем отдыхали на Сейшельских островах или на частном курорте сэра Ричарда Брэнсона в Карибском море. 9 февраля 2021 года Евгения родила сына Августа Филиппа Холка Бруксбенка, мальчика назвали в честь его прадеда, герцога Эдинбургского. Вопреки королевским традициям, ее высочество сразу сообщило об этом событии в своем инстаграм-аккаунте, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Мэтта, которая признана в РФ экстремистской. В июле в королевской часовне всех святых должны были состояться Кристины, пятимесячного сына принцессы Йоркской. Среди приглашенных были королева Елизавета II, принц Эндрю, прабабушка Августа, беременная принцесса Беатрис с супругом и прочие торжественную церемонию отменили за несколько часов до назначенного времени, как сообщила пресс-служба дворца, из-за угрозы коронавирусной инфекции. 31 июля папарасцы засняли супруга Евгении в компании моделей Эрики Пелосини, Марии Бучеллати и бывшего редактора модного журнала Рэйчел Залис на судне у берегов острова Капри, где накануне Бруксбэнк как амбассадор бренда Текилы Косомигос посетил благотворительный летний гала-концерт Юносеф, девушки были в купальниках, а Пелосини на фото запечатлена Топлес. Эрика публично извинилась перед принцессой и ее супругом за то, что причинила неудобства, и заявила, что Джек, ее давний друг, и во время отдыха он все время рассказывал о жене и сыне. Из всей британской королевской семьи только Сара Йоркская прокомментировала скандальные снимки. По мнению матери принцессы Евгении, ее зяти с девушками связывают исключительно рабочие отношения.